Сотрудничество в ключевых для территорий сферах обсудили заместитель председателя правительства Приморья Николай Стицко и генеральный консул Вьетнама Нгуэн Дан Хиен. Особое внимание стороны уделили сельскому хозяйству, логистике, авиасообщению, туризму и бизнесу. Мне бы очень хотелось сформировать доверительные отношения, товарищеские, со всеми генеральными консулами, которые работают во Владивостоке, для того, чтобы площадка правительства Приморского края была тем местом, где можно было напрямую сообщать о возможностях, возможно, сложностях, возникающих при работе граждан иностранных государств региона и бизнеса. Заместитель председателя обсудил перспективную отрасль для сотрудничества Приморья и Вьетнама. Торговые и экономические связи между нашими странами, регионом Приморского края и Вьетнамом крепнут. У нас по итогам прошлого года очередной рекорд по объему внешней торговли. Есть прямое морское сообщение между Портом Владивостока и Портом Находки. Это основной канал для торговли, перевозки грузов между нашими странами и регионами. Огромными перспективами воспринимаем туристическое взаимодействие. До ковида это было порядка 25 тысяч туристов, которые между нашими странами. Сегодня мы понимаем, что тоже перспективы необъятны, но, к сожалению, пока мешает отсутствие прямого авиасообщения. Готовы оказать всемирную поддержку, открыть ее, выполнять и возобновлению работы прямого авиасообщения. Также в этом году правительство Приморья планирует две бизнес-миссии во Вьетнам. Правительство Приморского края планирует в этом году две бизнес-миссии во Вьетнам. Это Хо Ши Мин, Ха Ной в ноябре и в декабре этого года. Мы будем рады участию вьетнамских предпринимателей в Восточном экономическом форуме, в ключевом событии всей Восточной России. Ну и, конечно же, до большого количества бизнес-мероприятий, которые проводятся на территории Приморского края, всегда будем рады участию ваших предпринимателей. Господин Гуэн Данхиен тоже считает, что между Вьетнамом и Россией действительно доверительные и дружеские отношения, поэтому стороны должны сосредоточить свои усилия на возможностях между государствами. Диана Иванова, Новости на Восьмом.